МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ау! Мам! Кто там? Ты думал, что останешься безнаказанным? Элай? Какого хрена? Только не бояться! Это был лишь кошмарный сон! Не было никакого марафона по Майклу Бэйлю! Это был сон! Всего лишь сон! То есть это был не сон? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кинокиллер! Итак, вот и подошел к завершению мой марафон по Майклу Бэйлю! И фактически все ради этого и строилось! Мы подошли к тому фильму, который вызывает намного больше вопросов, нежели концовка Лоста. Тот фильм, который не должен был выходить, но все-таки вышел. Дорогие друзья, вот оно! То, что многие из вас просили и ждали. И сейчас я вместе с вами поставлю жирную точку в моем марафоне вместе с кошмаром на улице Вязов образца 2010 года. Да, к сожалению, это случилось. Майкл Бэй добрался своими грязными руками и до любимого не только мной, но и многими другими слэшера. И это неудивительно! После выхода пятницы 13-й в 2009 году все знали, что настанет черед старины Фредди. Это был лишь вопрос времени. И с выходом первого трейлера волна гнева и ненависти просто поглотила создателей фильма. Фредди не такой, все будет не так весело, не так круто, да и вообще горите в аду, мрази! Что ж, не будем ходить вокруг да около и отправимся в страну кошмаров вместе с Роршахом. Ой, то есть с Фредди Крюгером. Это кошмар на улице Вязов. Итак, прежде чем приступить к обзору, давайте немного остановимся на начальных титрах, ибо уже здесь можно заметить несколько предупреждающих знаков. Во-первых, мы не увидим в списке продюсеров режиссера оригинального фильма Уэса Крейвена. Да, его там нет. Имя Крейвена фигурирует только в графе в основу легли персонажи, созданные Уэссом Крейвеном. Вы спросите... Ну и чё? А то, что какими бы дебильными не были ремейки «У холмов есть глаза» и «Последний дом слева», их интересно и весело было смотреть, потому что в процессе создания участвовал человек, снявший оригинальные фильмы. И он мог подсказать, как всё сделать лучше. Второй момент – это создатель сюжета и один из авторов сценария Уэсли Стрик. Опять же... Ну и чё? Ну не чё? Просто из-под его опера вышел вот этот шедевр. Дум. О, да. Теперь вы понимаете, в какой мы жопе. Ну и третий момент – это режиссёр-постановщик Сэмуэль Байер. Ну а это что ещё за бабкин внук? Вот именно. Это ноу-нейм в мире кино. «Кошмар на улице Вязов» – это его первый режиссёрский проект, потому что в основном он снимал вот это. Да, он знаменитый клипмейкер. Ну не будем гнать на него раньше времени. Финчер тоже с клипов начинал, а сейчас он один из лучших режиссёров современности. «Да заебал ты пи***ть, где обзор, сука? Мне по*** на твоих байеров, смешнявки хочу!» «Ну ладно, ладно!» Фильм начинается в... «Лагерь Хрустальное озеро». «А вот и нет!» Он начинается в Спрингудской закусочной, где парень из Сумерек... «Даже не спрашивайте, откуда я это знаю». Ловит мелкую долю сонливости. «Леди! Леди!» «Хмм, этой кухне не помешала бы помощь шефа Рамзи». «Пик, я не кончил тебе». «Я говорила, будешь спать, тебя выгонят отсюда». «Больше не повторится». «Ладно». Ага, ну да, не забираю у него остатки столовых приборов. Ведь я уверен, что этот нож в дальнейшем не сыграет никакой роли. И тут как раз прискакивает герла этого засони, чтобы побеседовать с ним. «Привет. Ты выглядишь так, как будто...» «Не спал три дня». «Но тебе же говорили, пиши курсовую сразу, не откладывай на последние дни до сдачи». В этот момент нам показывают основных персонажей фильма, которые как раз все находятся в одной закусочной. «Совпадение? Не думаю». «И так как я ненавижу долго мусолить кто есть кто, скажу по-шустрому». Главная героиня – парень, который в нее втюрился, бывший парень той блондинки, что подошла к вампирчику. «Все разъяснил, вернемся к парочке». «Может, тебе поговорить с кем-нибудь?» «Доктор считает, что все мои проблемы из прошлого. Мы начали вспоминать про мое детство, и тогда все и началось». «Что началось?» «Развратный дядя, костюм-клоун, ананас в жопе. В общем, стандартная тема». «Эти кошмары». «А, плюс еще и кошмары». «Дин, послушай меня. Это сны, не более того. Они ведь нереальны». «Эти сны реальны». «Вовсе нет». «Отвечаю». «Вовсе нет». «Сам видел». «Вовсе нет». «Зуб даю». «Вовсе нет». «Не, ну реально, еще более дебильные диалоги возможно составить?» В общем, парень пугает эту блондиночку и настает момент первой крови. «Тебя нет!» «Тебя нет!» «Тебя нет!» «Ошибаешься!» «Тебя нет!» «Мы переходим к похоронам, где все провожают в последний путь одного из семейства Каллинов». «Тебя нет!» «Во время похорон у блонди случается небольшой трип в лице маленькой девочки, которой не сказали, что кота за яйца тянуть не стоит». «Честно говоря, вот эти ваши постоянные отрубы на поспать уже в начале фильма бесит». «А нам еще предстоит лицезреть примерно до *** подобных сцен». «Идем, милая. Все кончилось». «Ага, отлично у вас физиономия, мамаша, как раз для похорон». «Пойдем, милая, а то мы на другие камеди похороны опоздаем». «Блонди замечает, что оказывается она и Каллен были в одной группе в садике, и ее это напрягает». «Не парьтесь, это сюжетная дырища размером с жопу Саши Грей объяснится чуть позже». «Тут к блонде подваливает ее бывший». «Когда это случилось, как будто кто-то заставил его это сделать». «Тебе все это просто показалось, вот и все». «Я тебе верю. Я видела. Я знаю». «Ничего ты не видела. Тебя там не было. Я и так хреново. Отстань от нее». «Я и хреново, чувак! Заткнись, просыпай, закрой! Я думаю, блядь!» «Так, мне кажется, или кто-то из вас п***ит. Возможно, оба. Во-первых, ебанат. Она там была. Она вас обслуживала. А во-вторых, дура, тебя на горизонте не было видно во время суицида. Наверняка ты на кухне забирала очередную свиную голову средней прожарки». «И тут, как снег на голову, нам решают напомнить, что мы смотрим ремейк всеми любимого хоррора». «А значит, надо выполнить эдакий оммаж, рипнув сцену из оригинала». «О боже, насколько... насколько это всосно». «Я даже не знаю, к чему это больше относится. Как три Серуни Мара, которая даже обычное погружение в сон отыграть не может. Или же к тому, что в эру продвинутой компьютерной графики этот момент со стеной выглядит в сто раз хуже, чем в фильме 84-го года. Даже больше скажу, сцена из оригинального фильма меня до сих пор в дрожь бросает. А вот это CGI-блёвень вызывает чувство презрения». «Итак, после нахер ненужного оммажа нам опять показывают Блонди и её попытки узнать о том, что с ней случилось в садике». «Сегодня на похоронах я увидела себя на фотке Дина, где нам лет пять. Забавно, но я не помню, чтобы знала Дина до седьмого класса». «Кто себя помнит в пятилетнем возрасте?» «Мадам, ради бога, не надо расширять ещё сильнее эту сюжетную дырень, а то нашу планету туда ненароком затянет». Короче, дальше идёт «Никуда не ведущая» и «Мандец, какая скучная сцена сна». И вот мы уже оказываемся в школе. «Всё нормально?» «Да, всё хорошо». «Да». «А ты как?» «Да, всё нормально». И этому говноеду Уэсли Стрику хотели поручить написать сценарий приколов фильма «Семь?» Да он элементарную беседу написать не может. И это только девятнадцатая минута полторачасового фильма. Что ж, а мы етить его налево, в который раз переносимся к Блонде, которая, что бы вы думали, вырубается на уроке. «Вообще-то нехорошо засыпать в классе». «Кто? Ты такой?» «Ты всё такая же красивая». Ну и так как нам фактически в первый раз позволяют пристально ознакомиться с новым Фредди в исполнении Джеки Эрл Хейли, то сразу расставим все точки над «ё». Джеки Эрл Хейли – хороший выбор на роль Фредди. «Что?» «Что?» «Да, ребята, я считаю, что Джеки Эрл Хейли хорошо справился со своей ролью». Да, Фредди в исполнении Роберта Инглунда навсегда останется в наших сердцах. Но, блин, если бы на эту роль ещё раз позвали бы Инглунда, то это был бы не ремейк, а продолжение. А Джеки отлично справляется со своей ролью. «Тебе не о чем беспокоиться». «Побался. Чего ты кричишь? Я тебя ещё даже не прирезал». Да, он не шутит, но он и не должен шутить, он должен вызывать страх. Он должен быть не смешным, а злым. И Хейли показывает именно это. Уж лучше так, а не первоначальный вариант, когда на эту роль хотели взять Мэтью Макконахи. Вот я вообще не представляю, каким был бы фильм с его участием. «Орай, орай, орай. Сейчас мы подождём, пока детишки уснут, и начнём их кромсать». В итоге Федя её не убивает, и Блонди в попыхах валит домой, где ночь она проводит одна. Но, почуяв запах одинокого женского тела, к ней прискакивает её бывший. «Мне снятся сны, но каждый раз, когда я засыпаю, я вижу этого человека с такими ножами». «Ножами на пальцах». «Вам снится один и тот же сон? Ты останешься со мной». «Конечно, останусь». Ребята, вот вам отличная техника пикапа. Девчуля вам говорит о своём кошмарном сне, и вы «БАХ, такие! Мне то же самое снилось! Она в слёзы, в сопли, и всё!» Вы, как смелые и брутальные альфачи, оставитесь у неё и начинаете вводить своего вялого. Пользуйтесь на здоровье, для своих подписчиков мне ничего не жалко. Правда, со мной это не сработало, но я в вас верю. Они защемили, но тут Блонди идёт на зов своего пёсика. «Руфус?» «Ой, Боже!» «Я просто погладил его». «Дневник Роршиха. 27 апреля 2010 года. Собачья туша на заднем дворе. Следы лезвий на разорванном брюхе. Я просто погладил пёсика». Она шлындает во сне, а потом просыпается живая и здоровая. Бл***ь, Фредди ещё тормознутие, чем я на контрольной по алгебре. Но не тут-то было. «Обманул!» «Грис! Хватит!» «О, Боже!» «О, хорошо! Но предупредил бы, я бы подмылась!» «Я не подмывался 30 лет, заткнись!» «Садись по собой горло, сука!» «Ой, ё!» «В принципе, критиковать эту сцену не буду, ибо она вполне добротно скопирована из оригинального фильма». Её бывший, заочковав по понятным причинам, с**лывает из дома, при этом сполошив охранную систему. «Нэнси, это я!» «Нэнси, это я!» «Проникновение уровня Silent Assassin. Не иначе!» «У тебя там штрих-коды на затылке случаем нету?» «Чья это кровь? Это твоя?» «Я был у Крис, и она...» «Что ты с ней сделал?» «Ничего я с ней не делал». «Что произошло с Крис, Джейси?» «Кто-то убил её во сне». «Что?» «Кого?» «Номинантка на две премии Оскара и две премии Золотой Глобус». «Талантливая, б***ь, актриса Руни Мара собственной персоной». «Сука, ты можешь хоть какую-нибудь заинтересованность проявить, а?» «Тебе заплатили, так отработай свой гонорар!» «Я лишь песню во сне слышу. Раз, два, Фредди заберёт тебя». «Вот как зовут того, кто у нас в голове». «Это невозможно». «То есть прям вот так вот, да?» «Никакого саспенса, никаких вопросов, вот прям так сразу». «Я тоже вижу снея этого чувака зовут Фредди. Чуете? Чуете? Пахнет сценарной работой уровня тухлое говно». «В общем, паренька берут за жопу». «На землю!» «На землю!» «Я ничего не сделал!» «Я ничего не сделал!» «Послушайте меня!» «Лежать!» «Спокойно!» «Я ничего не сделал!» «Я не ломил покемонов в храме!» «И его прям сразу отвозят в тюрячку, где ему придётся не только пытаться не заснуть, но и вдобавок не словить своим очком пару-тройку первосортных членов». «Не спать!» «Не спать!» «Ой, давай-ка не надо мне тут ля-ля!» «Не может тебя спустя пару часов после того, как ты храпел в кровати у блонди, так калашматить от недосыпа!» «Я хоть сегодня могу не поспать, но со мной всё будет в порядке!» «И вот, спустя некоторое время нашего зэка выпускают под залог» «О, Джей Симсон обгладывает свои локти в сторонке» «Ну вот хуй там плавал!» «Это всё оказывается сном, и наш зэк попадает в котельную господина Крюгера» «Не меня с вами заперли» «Это вас заперли со мной!» «Что тебе нужно от меня?» «Я не знаю, Джесси» «Думаешь, что мог бы вернуть прошлое?» «Отвечай!» «И тут без шуток, это реально лучшая сцена фильма» «Тут Фредди реально бросает в дрожь и выглядит как одна большая угроза» «Если есть возможность, то посмотрите эту сцену в оригинале» «Джеки Эрл Хейли просто тащит» «Меня опять терзают смутные сомнения» «Да не у вас одного, Иван Васильевич» «Всё, конечно, круто и эпично, но почему у этого парня сзади нету никакой дыры?» «Фредди же его насквозь пробил» «А мы теперь сосредотачиваем всё наше внимание на двух оставшихся персонажах, на Нэнсе и Квентине, которые скооперировались, чтобы во всём разобраться» «Порадуемся за Квентина, у него был отличный шанс впередолить этой бабе» «Он тусует в библиотеке в поисках инфы, но как обычно он впадает в спячку» «Ага, это для нас девочка пропала, потому что башка Квентина перекрыла нам обзор» «Но он-то всё видел, и при этом всё равно на его лице прорисовывается откровенный пах***изм» «Будто у него каждый день маленькие девочки перед глазами растворяются» «Кошмары?» «Нет, тупая бледнокожая шмара, которая любит резко за плечо схватить» «И они подробно изучают всякую дичь по поводу снов» «А через 70 часов страдающий бессонницей начинает впадать в микросны» «Его мозг отключает некоторые функции на несколько секунд, пытаясь заново запустить себя» «Это означает, что ты спишь, но не знаешь этого» «Парень, мне кажется, она уже один микросон схватила, пока ты ей всё это читал» «Извините, но я не прекращу» «Падаль, отыграй ты хоть что-нибудь» «Мы попадаем в дом Нэнси, где она выпытывает у мамы важную инфу» «Слушай, а что меня может связывать с Крис или Квентином?» «Может, мы ходили в садик вместе, когда были совсем маленькие» «Нет, насколько я помню» «А мы знали какого-нибудь Фредди?» «Думаю, нет» «Кули ты пиздишь, сука, животное ебаное» «Хоть я не очень уважаю тебя, сака, но тут соглашусь» «Ты кому тут горбатого лепишь, тётя?» «Твои зрачки сейчас такой вальс крутанули, что даже не имея способностей доктора Лайтмана «Можно догадаться, что ты дичь втираешь» «Нэнси идёт в ванную, ставит будильничек» «А это значит, что настало время для очередной копии сцены из оригинала» «Я повелитель клитора! Запомните вашу мать» «Конечно же, она засыпает и оказывается в стране кошмаров» «Ты так выросла» «Ты всего лишь кошмар» «Вот именно» «Никто не сможет доказать, что я был здесь» «Кто ты такой» «Ну нахер, ну твою-то мать» «Я знаю, что тебе было похер на эту роль» «Ты потом сама об этом заявила» «Но неужели тебе было реально настолько похер» «Да прояви ты энтузиазм» «Твои деньги никуда не денутся, а фильм от этого только выиграет» «Ты не помнишь, а должна» «Нет? Ну вообще в ламы» «Ну тогда окажи услугу и отсыпь ту траву, которую ты херачишь каждые пять минут» «Будь так добра» «Короче, она просыпается в целости и сохранности» «В который раз, блять» «И она с Квентином решает все-таки докопаться до правды» «И находит в потайном отсеке комода их фотку с садика» «Что вы делаете» «Что здесь происходит» «И естественно они начинают допытывать маман вопросами» «Я не хотела, чтобы ты всю жизнь жила с этими воспоминаниями» «Я не хотела, чтобы ты это помнила» «Я хотела, чтобы ты забыла» «Что произошло в том детском саду» «И вот тут мы раскрываем самую большую сюжетную дырищу, от которой у меня кровь кипеть начинает» «В общем, оказалось, что в садике был садовник по имени Фред Крюгер, который игрался с детьми и всячески проявлял к ним интерес» «А потом мы стали кое-что замечать» «Фрэнк, что это» «Я упал на грабли» «Он отводит нас в секретную пещеру» «Успокойся, не плачь, детка» «Это ещё что? Видели бы, что он с воспитательницей делал» «И что вы сделали? Вызвали полицию?» «Он покинул город до того, как мы смогли заявить на него» «Его нет, больше он не сможет обидеть вас» «Думаю, вы и так уже поняли» «Икона хоррор-жанра» «Всеми любимый персонаж из обычного деда-убийцы превращён в педофила» «Да, он расклевал детишек в своём подвале» «Ну как бы да, вообще не канон и в принципе это какое-то оскорбление персонажа, но я не про это» «Повторим несколько реплик» «Кто себя помнит в пятилетнем возрасте?» «Я не хотела, чтобы ты это помнила, я хотела, чтобы ты забыла» «Вы ебуты?» «Хотя нет, вы ебуты» «Их изнасиловал мужчина в пятилетнем возрасте» «Такое никогда не забудется, ибо это самая жёсткая психологическая травма, которую можно причинить ребёнку» «Да и плюс к тому, если ты хотела, чтобы это всё забылось, то какого мать твою хрена ты хранила их фотографию из садика?» «Почему ты её не сожгла?» «Потому что» «Ах, ну да» «Конечно, это же Уэсли Стрик, говноед похлеще, чем сценарист «Бэтмен против Супермена» Дэвид Гойер» «Итак, а тут фильм разделяется на две линии, Нэнси решает найти инфу про других детей с фото, а Квентин... Квентин в их теандра играет» «Но так как его сцена более важная, понаблюдаем за Нэнси» «Она находит блок одного из уже подросших детей и ознакомляется с ним» «Тот обгоревший парень в волосатом свитере хочет убить меня» «Блин, не везёт этому парню, сперва Джейсон штормил, теперь Фредди» «Может, ещё с кем-нибудь происходит то же самое» «Мда, всё круто, конечно, но как этот Чингисхан умудрился залить ролик, если его к праотцам отправили?» «Не, ну серьёзно, как?» «Как, как?» «Херовое объяснение, ребят» «Перенесёмся к Квентину» «А что он?» «Он плавает себе, плавает, 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 плавает и вдруг» «А я ещё вчера почувствовал, не то что это» «Чисто, аккуратно, всё не по-нашему» «Он попадает в сон, где за ещё целеньким Фредди гонятся родители» «А ну открывай дверь, Крюгер» «Ты что? Что я сделал?» «Ты насиловал их» «Я ничего не делал» «Открывай эту чёрную дверь» «Я их не трогал» «И не проявив должного терпения» «Ну реально, Крюгер отошёл от двери, она не заперта, просто поломитесь ещё чуть-чуть и вы войдёте» «Они решают совершить самосуд» «Это тебе за моего сына» «ДОВАВЬ ВАСЛОВ В ОГОООООООООООООООООООООООООООООООСС 000 событий. Так каким образом его мозг смог воспроизвести события, в которых он не принимал участия? В общем, они вдовом решают поехать в садик, где все произошло, но для начала надо добыть колеса от сна. Я принимаю эти таблетки с 15 лет, так что не волнуйтесь. Будьте добры, положите мне туда хотя бы пару штук. Всего пару штук? Нет. Простите, не могу. Всего пару? Нет. Пидор ответ. Бля, ну как же ты охуенно пытаешься не уснуть в комфортном кресле автомобиля? Дура, выйди из машины, пробегись, танцуй нижний брейк-данс, захвати ливию, открой новый химический элемент, сделай что угодно, только не сиди на месте. Ты бы еще себе ручку в глаз воткнула. Так как у нее постепенно начинаются микросны, она наводит нехилый шмон в магазине, отрывает от свитера Фредди кусочек. Это важно. И ее забирают в больничку, где ей хотят кольнуть снотворной, но из-за классного стечения обстоятельств она сваливает вместе с Квентином, который в то время умудрился стырить немного эпинефрина. Ты как? Я нормально. Да? После такого Ширева, мне кажется, с тобой должно было произойти нечто подобное. Они едут, 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 едут. Как вдруг... Какой смысл тебе было колоть и пинефрина, если тебя все равно микросны штормят? И тут появляется жесткий рояль в кустах. Буквально прямо перед тем местом, где они повторили трюк Полуокера, оказывается тот самый садик, внутри которого герои находят комнату Фредди и подтверждение того, что он действительно их насиловал. И тут у Нэнси возникает план. Я вытащила свитер из снов. Вдруг я единственная могу вытащить Фредди. Она засыпает, а от Квентина требуется одно, разбудить ее в подходящий момент. Ой, ну ебаный рот, а! Бесполезный кусок потлатого говна. На него нападает Крюгер, но вовремя его спасает Нэнси. Ты нашла меня. В какую игру теперь сыграем? Иди в задницу. Звучит заманчиво. Но я не могу так сразу. Воу-воу-воу, чувак, а не ты ли говорил? Никаких компромиссов. Даже перед лицом Армакеддона. Так что давай, Шементон. Путевка в Саркатан тебя ждет. Давай, 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 давай. И как обычно, вкратце рассказывает, что идет дальше. Нэнси шлындает по снам, но в итоге Крюгер схватывает ее в когтистые лапы. Ой, ну дальше мы знаем, что будет. Я сейчас буду спросить. Тебе нравится анальный секс? Это платье всегда было одним из моих любимых. Ты его помнишь, Нэнси? Эх, твою мать, кто-нибудь подбодрить его, он заебал уже медлить. Давай, чего ты ждешь? Давай. Давай! Нет, чувак, не работает. В общем, Квентин проводит уколы пенифрино. Нэнси, схватив Фредди, просыпается, начинается драка. Блин, че-то музяки было мало в обзоре, на меня даже не похоже. Надо исправлять. Кому! Произносится фирменная фраза. Ты теперь в моем мире, тварь! Маньяк отправляется в нокаут, а герои поджигают садик, и на пожар к ним приезжает вся королевская рать. И фактически хэппи-энд. Нэнси с мамой приезжают домой и... Я рада, что ты цела. Ну окей, эта сцена сделана круче, чем в оригинале. Хоть где-то постарались. Конец. Что ж, вопрос их такой возник, как и обычно. Причем тут вообще котельная, которая постоянно фигурировала в фильме. В оригинале Фред Крюгер работал сторожем в котельной, и именно там он убивал пойманных им детей. И как бы то, что во снах появляется это место, тоже вполне логично. А тут Фредди Садовник в детсаде. Так какого хрена он во снах всех убивает в котельной? Почему не в его сраной в коморке, в которой он жил? Ответьте мне, почему? Потому что. Но другого я и не ожидал. Знаете, вот я думал, что итоговый вердикт у меня будет дико спорным. Потому что, когда я в первый раз посмотрел этот фильм в 2010 году, я мог там найти немалое количество плюсов. И я думал, что благодаря этим воспоминаниям, я хоть как-то снисходительно отнесусь к этому фильму. Но этого не будет, потому что я его пересмотрел. И знаете что, в этом дико всосном куске говна не так уж и много плюсов. О мой бог, ребята, это жопа. Это дичайшая беспросветная клоака и самый наглый плевок в душу всем фанатам кошмара на улице Вязов. Это откровенный слив, ужасный фильм с отвратительной историей и просто некомпонующимся с логикой сценарием. Заунывное повествование, чрезмерно явное увлечение с мрачностью и депрессухой, и в большинстве своем просто хреновые актеры. Этот фильм не должен был выходить, и я не знаю, зачем он вышел. Не думайте, что я открытый противник ремейков. Нет, я в принципе не против того, чтобы уже знакомую всем историю освежили и сделали ее в новых красках. Ну и тит вашу мать, проявите должное уважение, делайте свою работу не спустя рукава, пригласите тех людей, которые справятся с поставленной задачей. Кроме Джеки Эрл Хелли и композитора Стива Яблонски, тут никто не старается. Всем похер, все забили. И понятно почему. Просто ребята из Плотином Дюнс поняли, что стараться не нужно. Все и так пойдут, несмотря на то, что им не хочется. Люди отдадут свои деньги, потому что это Фредди Крюгер. Они отдадут свои деньги, потому что их заманили названием. И мы отдали. Мы обогатили этих мразей, которым ничего, кроме бабла, не нужно. Им наплевать на качество, им наплевать на то, что хочется зрителю. Фактически, ребята из Плотином Дюнс харкнули нам, фанатам серии, и в лицо, и в душу. Да, я фанат серии Кошмар на улице Вязов, несмотря на то, что под конец она начала скатываться. Мое детство прошло за просмотром этих фильмов. И то, что я увидел в этом ремейке, это издевательство над моим детством. Я просто наблюдал за тем, как Майкл Бэй и компания убивают одного из моих самых любимых злодеев в мире кино. Пошли вы нахер, Плотином Дюнс. Что ж, вот и закончился мой марафон по Майклу Бэю. Я рассмотрел, по моему мнению, самые главные фильмы этой студии, и могу сказать, что ничего особо впечатляющего и путного они не делают. Ну то есть как, у них был в начале потенциал с двумя фильмами про резню и ужасом о Метивилле. Но вы сами видите, куда они скатились. В обычное коммерческое говнище. Ну, надеюсь, вам было интересно. А сейчас... Мне надо немного отдохнуть и посмотреть тот ужастик, который довольно часто фигурирует в списках самых страшных фильмов. Прям не могу дождаться, хочу уже напугаться. Ну а с вами был Кинокиллер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok